всем добрый день я уже на работе что со мной случилось вчера я вам обязательно расскажу но попозже а пока мы работаем у меня там с машинка произошло чп вообще вообще с машинками и дома чп и здесь чп здесь никакого нет здесь куда у меня сливается вода из машинки там забился вот я уже дома варю себе супчик с лапшичкой благо бульон у меня всегда в наличии я вот сама помного и замораживаю вот такой вот у меня бульончик сейчас сюда еще ей яйцо яйцо прям туда добавлю и будет так вкусно вчера муж ходил у нас тут рядом есть как это мясная лавка но там даже магазин там все есть но в основном мясо вот они сами делают всякие вкусняшки и он мне приходит такой я машине сидела приходит такой говорит там столько сала он не все сало ищет которые засолить техну купи мне килограмм я не хотел из машины выходить я вы купи мне килограмм такого сала чтобы вот я его сама засолила я ему сказала вот помнишь я делала с чесноком вот я чтобы сама его засолил так что было с прослоечкой мясо да 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 я тоже такой люблю ну чё пошел приходит и говорит такой на тебе копченые твою дивизию я горты ты в какой в какой момент не понял когда я тебе сказала что я хочу сырой и сама солить он он начал мне для чего для гриля для барбак 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 барбекю для чего хочешь сало и короче в итоге говорит да мне копченые на копченые это сало вообще не похоже оно не оно оно очень вкусное и берегу но оно не копченое и в общем говорит это я говорю ну почему ты не взял надо было тебе самой идти он как начал меня спрашивать у него там сколько этого всякого сала для варенья для копчения для чего только не хочешь ой смех игре говорю ну купил сало чё говорит не вкусно я говорю нормально папа попрет вот сейчас на куски его порежу не заморожу вот пошли блин его покупить мне сало нифига ничего не купит вот он сам не пришел говорит там столько всего разного сала он знает что я ищу купил мне сало ешьте сало чтоб свисало супчика похлебаю сейчас отдохну и потом опять на дорогой пойдем вы знаете у меня он у меня у нас там одна парикмахерская закрылась я вам еще говорила на той неделе и и в общем клиентки все ко мне идут я так рада вообще вот я идите идите дорогие новенькие я конечно это но когда постоянная клиентка всю голову знаешь что куда и как вот основами там и разговоры но хотя они меня все там уже знают деревне то ну как деревня какая деревня но я так не знаю что вот такие дела вот мне новые клиентки появляются эта работа это я очень рада вот такой супчик получился вы знаете я думаю это у нас только в россии так делает суп добавляют яйцо когда я увидела что муж добавляет суп тоже также яйцо думаю нет здесь тоже так едят вот а вы так делаете мне кажется все так делают тоже вкусно мы вообще очень любим супы поэтому кучка хоть какие главное чтобы не острый всем приятного аппетита смотри посмотрим что тут за погода у нас ой замечательно посмотрите сейчас пойдем гулять ну вернее сначала сейчас пойдем на работу и народу так мало на пляже может быть папе к вечеру поближе туда подойдет в принципе нам-то народ и не нужен и ветра нет самое главное ветра нет как он надоел этот ветер так что вот а пока на работу у меня там англичанка одна придет сейчас 5 будем ее укладывать на пляж приехала ну на набережную на той неделе уйти когда гуляли здесь в общем две собачки такие были маленькие совсем одна старенькая старенькая такая но она вся седая была вторую молодой был я вот сюда вот у чарли чучи пакет лежал колбаски такие мы покупал им всех выступила и водичку им налила сейчас их нету то ли их и забрали вообще собачка была с ошейником знаете вот и мне так жалко и стало извиняюсь я телефон дома забыла поэтому приходится на телефон камеру дома забыла приходится на телефон снимать и вот сейчас гляжу нет собачек забрали маленькая одна такая про малюсенького мы с чем мой чарли был а вторую игру играл с чарли с моим и так жалко их вообще не знаю мне прям так жалко брошенных собак все я себе не смогла жить в стране в которой очень много бездомных собак мое бы сердце не выдержал правда ладно пойдем на пляж посмотрим что там и как потом поеду валькампу мне нужно средства которые это убирает как это называется пятна пятновыводитель во нужен мне что-то у меня раньше был всегда это в прошлый раз раз и нет надо съездить купить а валькампу там выбор все-таки побольше такие вот пироги так у нас сегодня на пляже я гляжу уже эти охранники пляжные не охранники эти спасать спасатели ходят там сезон то уже давно бы начался но блин погода видите но сегодня еще ничего но ведь ветер такой свежий никто не купается дети вот маленькие если смотрите там этот парапент парашютист летит он каждый год тут летает у него у него за спиной вертится мартор чик я хочу чтоб со мной все ребята пели что-то в этом роде на он он летает постоянно каждый год классно пахнет морем но каким-то тухлым где вот постоянно там летает чувствую знаете что на следующей неделе я уже начну сезон пляжный потому что прям на хорошо на пляже можно так полежать по загорать если не будет никакого шторма то море нагреется и можно и нам в море покупаться если медуза конечно не приплывут а то мы что-то с клиенткой разговаривали она говорит а я как мне по мне говорит лучше вечер ветер чем медуза представляешь говорит ветра нет 40 градусов жары и в море медузы не искупаешься ничего ну да вы правы собаками кстати на пляже нельзя штрафуют это наверное просто не видели эти какашки выбросить охранники не видели а так нельзя я пару раз было мне говорили собаками нельзя хотя знаете люди более свиньи и оставляют за собой больше грязи чем собаки так что я не понимаю смысла вот встал она то в общем ладно слышите по шум прибоя специально говорю не буду музыку вставлять лучше послушать море он там ребятишки купаются им-то чудо я себя помню маленькая тоже губы синие сидишь в этой речке в ледяной ничего тебе все по барабану и здесь также дети по барабану вода ледяная не он купаются с губами синими ладно едем мы в алькамп ли они наши кончились потому что соседней деревне и праздник и там стреляют эти как их называют ну типа салюта оповещают что тип у них есть что у них праздник и вот этот испугался и все он не хочет гулять он не хочет идти мама ну пацана стреляли минут пять-десять назад может уже забыл он еще так может когда я его не беру на руки может лежать в траву и все и лежать и и все ему по барабану будет там лежать пока я не вернусь и не возьму его на руки а тяжелый так что я лучше вернусь домой ой домой в машину потому что тяжелый носить его ну и зачем ему такой стресс правильно уже дома как всегда съездила в магазин за как это обезжириватель или как там его назвать антиграсса не знаю в общем вот такой купила он для всего подходит и для кухни и для мотора и для полов и для текстиля в общем да для всего я не покупаю знаете всякие там ваниши херамиши непрактично скажем так и они не очень особо отмывают вы знаете вот эти всякие штуки для кухни вот именно для кухни они намного более эффективны чем вот для белья проверено опытом так что если вам нужно жирное пятно и это жирное потому что это кита краса это обезжириватель что ли или убиратель жиров он вот именно жирные пятна убирает у меня муж он там что-то там дело в общем у него жирные пятна они не отмываются вот я им убираю купила салат айсберг черешня такая вот прям черная вкусная в разные много черешни всякими сегодня хотя суббота не очень особо большой выбор такая смотрите какая вся блестючая это у нас из-за аликанты аликанты мне кажется вкусно инжирные персики купила вот такие вкусняцкие я прям их сейчас очень обожаю ну естественно ананасик это я чай пью с орешками ананасик я сейчас порежу поем я люблю вот такие тапки носить дома вот пожалуйста видите эти уже старенькие все и чувствую что они у меня скоро уже все им будет капец как говорится подкрался незаметно я купила себе вот но и валькампах всегда покупаю ваш они стоят 4 евро но я всегда со скидкой покупаю где-то еврика по 2 за евро но я чувствую что у меня этим тапком уже все придет трындец отдирает этикетку и вот за ранее их в машинке стираем ничего не бывает ну как ничего не бывает разваливаются конечно не что знаете вот это вот как солома и ноги в них не так потеют и мне вот пластиковый не нравится для домашнего обычные тапочки домашние них жарко в общем вот эти мне больше всего нравится и губки купила обычные губки летят как я не знаю что на неделе по 2 штуки так и вот такие вот у нас дела сейчас я ананасик порежу покушаю и расскажу вам мою вчерашнюю историю в общем вчера утром я проснулась небольшой болью в желудке но ничего страшного позавтракала и пошла на работу поехала приехала на работу в 10 в общем начала работать и боль у меня все увеличивалось и увеличиваться 12 я уже вообще не знала куда деваться а люди идут я прокляла пять раз пока их красила пока стригла потому что с ними это же не просто знаете такая работа которой уже надо улыбаться с ними надо разговаривать а у меня я дышать уже не могла блин так больно такая боль была причем я не знаю никакого чая не пила ничего не делала в общем ничего такого особенного я не ела чтобы у меня возникла нигде не такая боль непонятная вот с ней просто ни с чего вот и как и сидела уложила я последнюю клиентку бегом бегом из с работы в тапочках рабочих причем домой чтобы глотануть что-нибудь а что глотануть я вообще понятия не имею очень домой приехала выпила одну таблетку аэро ред это от газов вот вроде бы как полегчало это уже было часа два наверное и я решила покушать думаю есть то хочется ну я съела кусок мяса которую я сделала в духовке и булгур булгар балгур называется к типа перловки в общем булгар не помню как и его две ложки съела и все меня так скрючила короче я быстрее звонить мужу он конечно у черта на колючках находится но я одела надела платье и бегом в скорую помощь вернее не бегом а на машине благо что нашлась быстренько парковка опарковалась и кое-как крючком пуричком там наверное метров сто надо было идти до скорой помощи пришла в скорую помощь вот и у меня там спросили чего у меня болит все такое и вот знаете все как бы многие здесь жалуются что в скорую помощь когда придешь надо стать сидеть там часа три чтобы тебя приняли может быть оно и так когда приходит с каким-нибудь знаете болячками которые ну не такие вот от которых невозможно умереть а можно подождать туда можно и посидеть и два часа до к врачу и и все такое что-то у меня там закончилось но вот я обращалась с кому скорую помощь вообще вот за все это время где-то раза три наверное один раз помню я обращалась у меня была аллергена на что-то просто выскочила непонятно на что хотя я знаю я предполагаю что это у меня на тунец может быть он не знаю как бы был консервированный тунец вот и и я два дня ходила вот с этой аллергией ходила в обычную поликлинику мне там укол ставили мне не помогала и к тоже так с работы приехала и у меня просто все это вылезло на лицо там такое лицо было мам не горю я когда себя увидел зеркало чуть не умерла это можно фильмы ужасов сниматься просто без грима все опухло вот такими блямбами и вот я тоже приехал скорую помощь меня сразу же приняли не ничего никуда не ждала спросили хорошо ли я дышу вот то есть виде если если я к чему говорю если какой-то случай такой вот от которой вам зависит ваша жизнь то у нас здесь не надо никого ждать тебя сразу принимает доктор вот я вчера тоже пришла вот такая вот скрюченная там сначала ну сначала карточку даешь там тебя записывают спрашивают что у тебя случилось буквально минута потом к такому к типо терапевта до скорой помощи он тебе принимает и уже назначает тебя к врачу а вот скорой помощи потом ты идешь в зал в общий и вот в этом зале все больные сидят своими родственниками и ждут когда вот их позовут много всяких кабинетов и вот ждут когда тебе позовут в этих кабинетах я наверно я в как раз в три часа поехала я говорю а ждать долго она говорит сейчас как раз время такое что меняется врачи и обеденный перерыв не знаю немножко надо подождать хотя я тебя поставила на это ну что срочно я там лежит сижу уже не могу не могу сидеть потому что у меня боль уже ушла в спину не могу не на не на не так вот вообще никак не сидеть не стоять не лежать вот и и минут через десять меня позвали в этот в кабинет врач парень ну лет 30 ему наверное что он мне там сделать я еще знаете допустил ошибку что отдела платье надела платье потому что мне мне хоть он меня во-первых ну начал прощупывать живот там все дела и пришлось если бы была майка я бы ее задрала вот так и ничего а тот я ему все свои ляги все свои труселя вот но мне уже было вообще по барабану хоть ты меня там все общупы когда она стоит такая вот боль у меня спрашивает как сильно у тебя болит по шкале от 1 до 10 я говорю восемь с половиной вот да действительно чтобы я пошла в скорую помощь у меня должна быть и чуть ли не при спирте потому что я боль как бы я не не терплю и болевой порог у меня очень низкий я всегда таблетки пью но если уж она пришла то я терпеливый человек и я терплю а тут я вообще уже не знала куда одеваться вот и что еще ну в общем он не назначил там всякие прощупал потом назначил мне сердце проверить радиография кровь взяли наверное литра 2 вот поставил мне сразу потом значит он меня нет он меня послушал проводил потом другая девушка меня взяла к себе она мне уже поставила вот эту вот капельницы обезболивающие ой как хорошо было потом обезболивающие поставила отвезли меня на каталке на этой радиографии сделали и там есть такая у нас комнатка где все больные сидят и ждут своего как бы результатов своих она анализов чтобы либо тебя уже класть в больницу либо тебя домой отправлять и вот и чтобы ты потом уже к своему врачу шла и с этой бумажкой и говорил что вот-вот произошло и чтобы тебя врач терапевт прослал уже к специалисту вот так чарли ну ладра в общем когда мне поставили капельницу минут через десять боль утихла боже это такое блаженство я вот представляете наверное с девяти и вот до шести я вот это терпела до шести нет наверное до четырех до полпятого вот это вот терпела боль фу я думал я умру и когда она вот так резко прошла я потом просто села вот это в каталке сижу кресло каталка и вот такая на расслабоне ну тут естественно уже муж приехал там было где-то это я врачу ты приехал уже все уже уже все здорово как корова нет но еще анализов не было вот я говорю ехать говорю к чарли он там один или нет куда же он уехал в общем не помню куда он уехал куда-то уехал вот он уехал правда в упор не помню и вот я сидела потом он значит позвал меня доктор сам пришел за мной и сказал что по анализам по всяким радиографии везде все нормально может быть какой-то спазм был или еще что-то в общем если повторится то вернуться опять в скорую помощь а если нет то вот надо к врачу своему терапевту идти и говорить что вот такая ситуация произошла и он тебя уже отправит к специалисту это желудочно-кишечного тракта вот такие вот дела представляете я вчера и снимать хотела все но у меня какой у меня вообще сил не было никаких а вспомнила куда муж-то уехал у меня как раз клиенты на пять часов были и я ему говорю вали говорю в парикмахерскую и говори всем что я не смогу их если бы мои постоянные были то фиг бы с ним а тут у меня новые клиенты поперли я вам сегодня по-моему говорила и вот я говорю ехай и всем говори что я не смогу что я обязательно завтра приду вот так вот он поехал туда в парикмахерскую ко мне на работу подмел там не все у меня как раз я уехал меня волосы там лежали я ничего не убрала в тапках рабочих хорошо хоть халат сняла вот и вот он подождался моих клиенток сказал что я приеду сегодня они мне сегодня такие как ты себя чувствуешь я говорю нормально вот пока я пока испанской медицины вообще ну не жалуюсь ни на докторов ничего потому что вот говорю если там придут бабушки каким-то им делать нечего с головной болью и конечно они там сидят и по три по четыре по пять часов этой скорой помощи а если если какой-то случай такой вот что вот прям то есть у меня мог бы быть да инфаркт такой-то или еще что-то я же не врач я просто сказал что у меня вот в груди болит сильно хрен его знает может это не желудок потому что уже и в спину отдала и все вот и поэтому меня прям быстро приняли ничего не ждала то я бы ждать и не смогла я бы просто там я не знаю в чем скрючилась наверное так что вот так вот зато проверила везде все и кровь и все везде здоровая сегодня конечно болит ну как даже не желудок болит а знаете от того что вот все это напряжено было наверное как-то вот болит поэтому я сегодня супчик похлебала ну и что вы думаете после того как у меня боль отпустила я почувствовал себя человеком я говорю мужу поехали горе за мебелью я вчера мебель себе присмотрела вот сегодня хотела платить ехать а какой платить ну где-то я была там до шести до семи наверное вот три часа три четыре часа мы сели и поехали за мебелью приехали туда в этот магазин вот и она мне такая говорит ты знаешь говорит она вчера вчера гляжу твою мебель они уже ее собирают я им говорю куда вы собираете она ее не хотела ну не надо было ей собирать они уже говорит ее почти собрали но я подумала и решила что давай я тебе скидку сделаю то есть за доставку было десять евро она говорит давай за сбор возьму не сорок евро а десять евро я говорю я так подумала ну давай а чё то есть они мне за десять евро ее собрали представляете так что вот я мы там как раз купили я там еще зырки попялила ну все я уже человеком себе мне уже ничего не болит а я с утра знаете накрасилась такая красивая была домой пришла блин вся умылась все смыла себя вот такие дела купили мебель так что во вторник после обеда нам ее привезут уже собранную зашибись как здорово а то я уже представляла как я тут корячиться буду и буду ее собирать вот смотрите какой классный лежит ого я тут наболтала вам да тикетина так мне нравится когда он так лапы кладет так что вот такие вот дела чуть не померла кстати в инстаграме я поставила фоточку с капельницей как мне было тяжело так что если кто не подписан подписывайтесь на мой инстаграм ссылочка внизу в описании вот ну больше ничего такого не было вчера кроме этого потом приехала домой и все и отдыхала и была у меня лафа сейчас пойду тоже чайку какую-нибудь попью фруктового погулять то нам не удалось выстрелы а у меня трус то еще тот поэтому вот играется с игрушкой очухался ты очухался моя рыба буду с вами прощаться до завтра завтра я не знаю что мы будем делать совершенно нет никаких планов так что встретимся завтра и завтра уже увидим что почем хоккей с мячом всего вам самого лучшего не болейте хорошего лета у нас по-моему лето начинается прям вот такое настоящее испанское и пока пока до завтра пока пока